Всем привет, ребята! Мы сейчас находимся в центральном парке, в зоопарке. И я хотела поделиться с вами своими впечатлениями. Животных практически не видно, их здесь очень мало. Там, где есть стекла, они грязные, запотевшие, ничего не видно. И, честно вам скажу, мне кажется, своих денег не стоит. И если бы я была в Нью-Йорке первый раз, у меня была бы там неделя, например, я бы не стала тратить свое время на этот зоопарк. И вам не советую. Но центральный парк, конечно, прекрасен. И это приятное место для того, чтобы провести время с семьей. Привет, ребята! Наш спонтанный день в Нью-Йорке продолжается. И мы сейчас гуляли. Не хотели ехать домой, потому что уже устали. Хотели где-нибудь остановиться. Но суббота вечер и плюс август месяц. Все отели, которые нам нравятся, они очень дорого сейчас стоят. И мы просто шли, увидели прикольный ресторан. Потом оказалось, что он находится при отеле. Мы зашли просто спросить, есть ли у них номер. И у них был номер, который нам обошелся очень недорого. Я не буду называть стоимость. Но фишка в том, что обычно это часть люкса, что ли, или сьют. У нас вместо кровати диван. Но все остальное очень прикольное. Я вам сейчас его покажу. Это дверь, когда ты заходишь. Здесь вот такое зеркало. Здесь есть халатики. Матрас для йоги. Вот здесь, внизу. Дальше. Стол. Бильярд. Вот наша кровать-диван. Телек. Даже есть кресло-качалка, что очень удобно с маленьким ребенком укладывать. Бой маленький ребенок, кстати. И ванна. Ванная комната, я имею в виду. Все очень мило. И это стоило неприлично дешево по нью-йоркским расценкам. Я считаю, что нам просто очень повезло. Джереми сказал, что это blessing. Это значит, что... Ну, как благословение. Но здесь это всегда используется, когда с тобой что-то хорошее случается. И самое главное, посмотрите на этот вид. Мы на самом последнем этаже. Вы представляете? Просто удача. Так всегда бывает. Все самое классное, спонтанно. Здесь окна в пол везде. Вот мой аутфит на сегодняшний вечер. Белая рубашечка. Купила ее на скидках в Levi's всего за 10 долларов. Очень хорошенькая. И мне кажется, она мне идет. Джинсы тоже купила в Levi's. И босоножки в аудо. Я бы на самом деле собрала бы пучок сзади. И я делала бы какие-нибудь массивные сережки. Вот такого же оттенка, как босоножки. Если бы они у меня были, если бы их там продавали. Но ничего подобного не было. Поэтому я пойду просто с распущенными волосами. Мне кажется, так тоже смотрится неплохо. Что еще женщинам нужно для счастья? Субтитры сделал DimaTorzok У Часики целая тарелка ягод с йогуртом. Я просто обалдела, насколько крутая в этом ресторане туалет. Обалдеть. В такие моменты мои мысли о том, что я хочу быть дизайнером интерьера, снова возвращаются. Смотрите, знак Найки. И вот здесь можно увидеть апартаменты. Сейчас я вам приближу. Как вам интерьерчик? Тесюль, ты в парк приехала? Как хорошо тут пахнет лес. И еще ночью был дождь. О, это просто идеальная погода. На прогулку пошла со своей доченькой, да? Давай, выходи. Вот, молодец. Молодец. Почту надо проверить? Да. Ну хорошо, проверяй. Скажи всем здрасте, с вами Дейска Хан. Я на ферме. Я недовольна, что я сижу в коляске. Зато мы смотрим на овечек. Корова. Как корова говорит? Му-у-у. Му-у-у. У меня сегодня такой аутфит голубенький. Меня все мальчиком называют. Скажи, какие-то дураки. Васи не видят. Усы проколуты, хвостик сделаны. Все равно мальчик, скажи. Такая интересная ферма. Бесплатный, кстати, сюда вход. Можно только пожертвования какие-то сделать. Смотри, Джессюш, карета. Скажи, лошадки, привет. Не хочешь? Ты что, боишься ее? Не бойся. Она там огорожена. Видишь? Она к тебе не подойдет близко. Ты просто ей помаши. Привет. А может, бай-бай Маши? Маши, пока-пока пойдем дальше. Кто там, Джессюш? Лошадки? Го. Да. Скажи, го, 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 го. Кто там? Курочки? Здесь все сохранилось, как было в конце 19 века. Смотрите, у Сефора теперь вышли такие мешочки. Приходят они вот в таких классных коробочках. Здесь небольшая инструкция вроде как. И вот такой мешочек с пятью парадуктами, миниатюрками. И все это стоит 10 долларов. Итак, здесь у нас Benefit Poor Professional Primer. Отдаем это Джессике играть. Мне это не нужно. Си-си-крем. Очень интересно будет попробовать. Пудра от Bare Minerals. У меня она уже была, и она крутая. Миниатюрка. Мне, кстати, надолго хватило. Тушь от Buxom. Попробуем. Это маска от Сефоры. По-моему, очищающая, если не ошибаюсь. Будем пробовать. И парфюм. Вводишь промокод на сайте, и тебе присылают пробники всей линейки Керастаз. Очень интересно попробовать. Привет, девчонки. Я решила нанести маску из набора Сефоры. Попробовать маску тоже от Сефоры. Она матирующая. И Джессика. На два раза, кстати, ее вам хватит. Она матирующая и очищающая. У меня кожа склонна к сухости, поэтому я больше чем уверена, что она мне не подойдет. Я очень сильно удивлюсь, если будет наоборот. Джессика, ну... Ну ладно, намажь мне на лицо. Класс. Красивая? Уже красивая? Итак, девочки, я сделала эту маску. Прошло уже минут 50. Я хотела посмотреть на свои ощущения через какое-то время. Будет ли стягивать кожу. И еще я по телефону разговаривала. И мой вердикт такой. Маска действительно не подходит девушкам с сухой кожей. Да и, думаю, с нормальной тоже не очень подходит. Потому что у меня как раз что-то между сухой и нормальной. Жирной кожи, возможно, подойдет. Но не буду вам рекомендовать, потому что я не пробовала на жирной коже ее. И результат никакого не наблюдала. Поэтому советовать не могу. Мне кажется, что из всей этой коробочки это самая неудачная миниатюра. Также я вам показывала, что там была база от Benefit, которая называется Pur. Она предназначена для того, чтобы скрыть расширенные поры. У меня поры не расширенные. Поэтому она мне абсолютно не нужна. У меня уже такая миниатюра была. Но девушки, у которых жирная кожа и расширенные поры, обычно эту базу очень-очень любят. Поэтому, в принципе, миниатюра не бесполезная. Просто она лично мне не подходит. Дальше продукт, который мне понравился, наверное, больше всего. И это тушь от Buxom. Называется она Unvolume Intense. Лично мне миниатюры туши хватает месяца на два. Потому что я далеко не каждый день крашу ресницы. И эта тушь не даст вам какой-то классной длины, объема. Хотя здесь написано объем, я объема не заметила. Но она очень хорошо разделяет ресницы. Смотрится очень естественно. Мне такой эффект нравится. И я даже задумалась о том, чтобы купить ее полноразмерную версию, когда это закончится. Поэтому ставлю 5 из 5 баллов туши от Buxom. Такая пудра у меня уже была. Я ее обожаю. И такой маленькой баночки мне хватило на очень-очень долго. Мне кажется, она у меня даже до сих пор где-то лежит. В целом, если вы сейчас ищите пудру, то Bare Minerals это хороший выбор. И последний продукт из этого набора это CC-крем, как оказалось, для волос. Я даже сначала это не понимаю, если честно. Давайте я вам просто покажу. Там написано, что можно на сухие волосы даже нанести. Но лучше на влажные, чистые влажные волосы. И какой эффект я замечаю? Что концы просто живее выглядят. Вот и все. И немножко структурнее, что ли. Понравилось ли мне это средство? Скорее да, чем нет. Точно да. Понравилось. Но стала ли бы я покупать полноразмерную версию? Нет. Там нет какого-то магического эффекта. И я думаю, что она на самом деле недешево стоит. Это фирма Caviar. Она сама за себя говорит, что она недешево стоит. Потому что Caviar это икра. Правда, там через другую букву написано, наверное, это не икра. Я не знаю. Ну вот такой мини-обзорчик я вам решила сделать в конце этого влога. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И мы увидимся совсем скоро. Пока-пока.